Приветствую вас, дорогие мои! Вы на канале Жанна Фетисова и это будет моя новая косметичка на февраль месяц. Все, что сейчас находится в этой корзинке, я использовала в январе. Сейчас я кратко расскажу вам о том, что удалось использовать, что больше, что меньше, и, возможно, некоторые средства я оставлю на февраль. Тени, которые я использовала весь январь, одни меньше, другие больше, но, по крайней мере, я старалась использовать их по максимуму. Это тени Color Tattoo от Maybelline. Эти тени вы выбирали для меня путем голосования в прошлом месяце. Сейчас от некоторых я хочу отдохнуть. В частности, Cream de Rose я оставлю пока немножечко, пускай еще полежат. Кремовые тени я восстанавливаю с помощью масла. Они у меня, как видите, не высыхают, несмотря на то, что довольно долго уже находятся в моей коллекции. Думаю, что этот оттенок Cream de Rose 91 вы все хорошо знаете. Он очень похож на оттенок кожи, прекрасно замаскировывает какие-то венки, синячки на веке. Также может являться и самостоятельным таким оттенком на всем подвижном веке. У меня кожа довольно светлая, на мне его чуть-чуть видно, не сильно. То есть, я просто наношу в складочку какой-то корректирующий более темный оттенок, и вот этот на все подвижное веко. Этот оттенок я оставляю, скорее всего, до весны, и буду использовать немного другие. 65-й оттенок Pink Gold. С огромным удовольствием его использовала. Делала для вас розовый нежный макияж, такой нюдовый. Вам понравился он, насколько я поняла, по комментариям. И сейчас я тоже хочу пока от него немножечко отдохнуть. Также оставляю его сейчас на весну. С номером 35 On Anon Bronze я, к сожалению, не успела снять для вас видео, поэтому хочу оставить его еще и дальше. Использовать буду в феврале. Цвет, как вы видите, золотисто-бронзовый. Ну, для меня немножечко темноват. Я хочу как-то к нему пристроиться, понять, как его использовать. А для этого необходимо, чтобы он у меня еще какое-то время побыл в моей косметичке. Также на голосовании вы выбрали румяна от Kiko. Довольно сложный оттенок. Вот так он называется. 02. Итальянский, очень бюджетный бренд. Честно говоря, я планировала использовать его как тени. Собственно, и выбирали вы его как тени. Не знаю. Пока у меня не очень получилось с ним подружиться. Не в качестве румян. Я забываю его просто наносить. Все-таки это кремовая текстура. Не как тени. Поэтому я думаю, что я оставлю его на весну. И буду все-таки пробовать этот оттенок в качестве именно румян. Ну, в общем, он такой, видите, абсолютно натуральный. Возможно, для нюдовых макияжей при нанесении кисточкой у меня с ним получится как-то сладить. Поэтому сейчас нет. Сейчас, наверное, я не буду дальше им пользоваться. Всеми любимый NYX, который вам так понравился. Вы выбрали его все практически безоговорочно. Красивый, очень смелый оттенок. Я сделала для вас с ним несколько макияжей. В частности, вы видели его в более ярком варианте в моем видео о том, что съела моя кожа по январе. Этот оттенок очень-очень красивый. На некоторое время я отдохну от него. Думаю, что этот оттенок для меня более такой все-таки зимний, имеет осенний цвет. И я, скорее всего, снова вернусь к нему уже осенью. Также вы выбирали тени от Art Deco в номере 3040. Очень красивый травянистый оттенок. Сейчас такие оттенки в моде в 2018 году. Поэтому я буду его использовать дальше. Я не успела снять для вас с этим оттенком видео. Он остается в моей косметичке февраля. Тени от Catrice, которые вы также выбирали на моем голосовании среди сухих теней и однушек. Это номер 1010. Я использовала эти тени в своем видео. Нежный розовый макияж. Кому интересно, как они работают. Я наносила их в складочку века. Но я думаю, что сейчас у меня довольно много вот такого плана теней. Я буду сейчас немножко от них отдыхать. И буду, скорее всего, использовать их весной уже. Румяна от Belle в номере 051. Я с удовольствием использовала весь этот месяц. Я планирую оставить эти румяна и на следующий месяц. Потому что они имеют вот такой очень приятный нюдовый оттенок, который подходит абсолютно подо все. То он между розовым и персиковым. Чуть-чуть неправильно его камера передает. Более таким рыженьким. Но на самом деле вот он такой же, как и в упаковочке. Розово-персиковый. Так что да, они мне очень нравятся. И я оставляю их в своем проекте косметичка. Месяц и февраль. С удовольствием использовала пудру от Elf. Косметику Elf я приобретаю на iHerb. И вот так она выглядит. Если смешать все оттенки, то получается абсолютно нейтрального такого цвета пудра. Слегка корректирующая. Она неплохо матирует. Она абсолютно, как вы видите, не видна на коже. Вот совершенно как будто бы ничего нет на коже. У меня матирующих пудр в принципе немного. Потому что кожа у меня все-таки склонна больше к сухости, нежели жирности. И вот для зоны Т я буду дальше ее использовать и в феврале в том числе. Карандаши и подводки в том числе для бровей. Давайте начнем с бровей. Показываю вам этот карандашик. Карандашик Make Me Brow от Essence. Самый светлый это оттенок Blonde. Честно вам скажу, друзья, я просто замучилась с этим карандашом. Совершенно не прокрашивает внутри кожи, внутри бровей. Он увеличивает цвет, то есть делает более темными сами волоски. И в итоге просветы между ними становятся еще более белыми, еще более яркими. То есть у него просто неверная, видимо, текстура. Осталось и кисточкой его наносить вот оттуда. Да, там спрессованный продукт внутри. Я просто вообще уже больше не буду им пользоваться. И мне, наверное, придется от него избавиться. Если он появится в моем видео о том, что съела моя кожа часть 2, я его буду выбрасывать, то не удивляйтесь. Следующее, что мне было очень-очень нужно, яркие стрелочки при таком активном макияже, при таких ярких тенях, которые вы выбрали на голосовании. И тем не менее, этот фломастер от Катрис, айлайнер, у меня совершенно не помог, так как он перестал рисовать вообще. Вначале сам он еще хоть как-то рисовал, то теперь только вот так вот боком положив его, можно провести какую-то линию. Кончик у него, как вы видите, вообще не рисует. Похоже, он просто весь засох. И я даже не знаю, честно говоря, это уже второй фломастер. Первый у меня от Эйвен засох, это уже второй. Наверное, я больше не буду приобретать такие фломастеры. По-моему, один какой-то еще другой компанией у меня есть. Ну, все, наверное, я зарекусь приобретать вот такие вот карандаши-фломастеры, которые очень-очень быстро сохнут. Кстати, напишите, есть ли у вас такие, которые жили у вас долго. Два карандаша, которыми я планировала пользоваться весь месяц. К сожалению, ни тем, ни другим я практически ни разу не воспользовалась, но, может быть, один раз делала стрелочки с помощью вот этого карандаша от Essence. А Кико, ну, никак у меня не пошел. Давайте покажу вам оттенки. Довольно жесткий карандаш, вы знаете, от Кико. Я пробовала наносить его горячим методом, но он не работает вот таким вот методом при расплавлении. То есть, он не предназначен для этого. Он пластифицируется абсолютно и не годится. Он в номере 01. Нет у меня сейчас таких макияжей, какого-то настроения вот такого золотого у меня не было. И я наношу другие тени в уголочек глаза. Многие продукты сейчас находятся в моем проекте использовать до конца 2018 года. Project Pen. И там целых 30 продуктов. И в том числе много очень декоративной косметики. И такой предмакияж сывороток, ну и так далее. Поэтому, наверное, сейчас я оставлю его все-таки на лето, когда я буду делать легкие нюдовые макияжи. Возможно, он пригодится. Вот видите, он такой довольно восковый. Я вожу-вожу его по коже, и вот он слегка-слегка только оставляет оттенок. Не знаю, может быть, у вас будут какие-то идеи, как можно его использовать. Тогда напишите мне, пожалуйста. Ну и вот такой вот очень-очень красивый оттенок от Essence Long Lasting. И, кстати говоря, он имеет такой вот, видите, немножечко сатиновый отблеск. Он дает очень красивые стрелочки. Я пару раз его использовала, но для вас видео снять не успела. Поэтому, наверное, я оставлю. Еще попробую с ним немножко позабавляться чуть-чуть. Это оттенок 18, Barry Mary. Возможно, он кому-то понравится, поэтому всегда показываю вам все номера. Creature от L'Etoile. Это такая вот подводка. Это номер 604. Кстати говоря, в очень-очень красивом вот таком зеленом оттенке. Несколько раз тоже успела ей воспользоваться в течение января. И не успела тоже для вас ее отснять. Хотела бы, чтобы вы посмотрели, как она выглядит. И поэтому оставляю ее на февраль. Это база увлажняющая Under Eye Primer. То есть под глаза. Для того, чтобы туда не заваливался в морщиночки или в какие-то мимические складки консилер. Я ее не часто использовала, потому что не каждый день я делаю вечерние макияжи. Я работаю довольно часто дома и по скайп. Если вы сегодня первый раз на моем канале, посмотрите обо мне. Есть информация о канале и также на моем сайте. Сейчас, пока холода, кожа нуждается вот в таком дополнительном увлажнении. Как вы видите, она имеет приятный такой отцвет. И дает очень хорошее ровное такое покрытие, по которому действительно лучше будет ложиться консилер. Так что да, наверное, стоит ее использовать именно на морозы. Следующее средство Glow Cream от Arborian. Это светящаяся кремовая база, которая имеет вот такой приятный розоватый отцвет. Я добавляла ее, когда мы с вами вместе делали дома, в домашних условиях, своими руками кушен. И теперь мой кушен действительно имеет такой очень приятный легкий оттенок. Подсветку на лице. Сейчас он стал такой менее видимый на лице тон. Более такой полупрозрачный. И действительно имеет очень приятный вот такой вот отцвет. Но добавляла я, как вы видели, совсем немного. Сейчас он мне на зиму пока не нужен. Когда я буду делать новый кушен, я думаю, что я оставлю его в качестве вот такого дополнительного элемента. И, возможно, в качестве хайлайтера буду использовать летом, когда я планирую больше кремовых текстур наносить, а не пудровых. Две вот такие вот прекрасные жидкие помады. Одна, вторая мне очень-очень нравились. И одну, и вторую я использовала и показывала вам в своем макияже. Это Батта Глосс от NYX. Оттенок этой помады не совсем соответствует цвету упаковки. Она не терракутовая, она такая малиново-красная. Очень приятная в нанесении. Она имеет сладкий, приятный такой конфетный аромат, не сильный. Она действительно вот Батта, то есть действительно увлажняющая, супер отличная помада. Но сейчас под те тени, которые вы для меня выбрали, вряд ли она подойдет. Вот он номер оттенка 20 Red Velvet. Я оставлю ее до уже весны. Сейчас, наверное, буду использовать другие оттенки помад. Возможно, вернусь к ней через месяц. И теперь столь же насыщенная, яркая, очень красивая помада, которая, скорее всего, пригодится мне в этом месяце. Вот такая вот фиолетовая, очень красивая. Wonder Glaze от DIVAGE. Очень удобный аппликатор, такой в виде сердечка. В эту капельку внутри попадает средство, и легче просто наносить его на губы. Красивый такой сложный цвет, уходящий в сливу. Очень тоже она мягкая. Помада эта в цвете 08. Очень похожий, кстати говоря, аромат на помаду от NYX, которую вы видите рядом. Очень приятная, и я оставлю ее на февраль. Можно наносить тинтом. Вот, как вы видите, я ее растушевала, и она становится полупрозрачная. На косметичке месяца было две туши. Одна из них от L'Etoile. Вот ее название. Premier General. И вот это номер 722. Очень красивый изумрудный оттенок. Она у меня почему-то собралась немножко засохнуть. Кстати говоря, кисточка, ну такая спорная, не знаю, для меня не очень удобная. Мне тут не хватает лично изгиба этой кисточки. Она, как вы видите, силиконовая. Цвет не яркий. Этим как раз она мне и нравится. Пришлось вынуть из нее стоппер, немножко покалдовать над ней. И теперь она снова в рабочем состоянии. Но, думаю, проживет она уже не очень долго. Обычно после вот такого колдовства над тушью живут они не больше месяца. И это будет даже очень хорошо, потому что она уже довольно давно в моей коллекции. Поэтому сейчас не дам ей засохнуть окончательно. Оставлю ее сейчас на февраль. Буду использовать с удовольствием. Для нижних ресничек я с удовольствием использую тушь, которая не удлиняет и не дает объем, а просто дает очень хорошее разделение и прекрасно прокрашивает. Она не угольно-черная, а просто очень хорошее такое тонкое нанесение. Wet n Wild. Такая кисточка совершенно обычная. Очень, кстати, удобная для того, чтобы прокрасить именно нижние реснички. У меня и так довольно длинные они. Она у меня вот практически одна. Вот с таким эффектом четкого-четкого разделения ресничка к ресничке. Также в моем проекте принимали участие два лака. Вот Lumine. Я показывала вам, как он выглядит на ногтях. В своем видео «Бьюти-перерыв», где мы с вами листали журнал «Космополитен», я показывала три забавных способы, как почистить кисти. Кому интересно, это посмотрите. Пожалуйста, оставлю вам вот здесь ссылочку. Ну, что я вам могу сказать? Да, действительно хороший цвет, но он очень-очень прозрачный. Косметика все-таки не дешевая. Я считаю, что можно было бы плотнее вот такого цвета лаки, чтобы действительно был цвет с первого нанесения. Но, к сожалению, нужно три слоя. В общем, кому интересно вот такой вот цвет посмотреть на ногтях, посмотрите мое видео. Номер это 63. Сама я его не выбирала. Он достался мне в одной из коробочек красоты. New Beauty Box. Кстати говоря, у меня тоже есть по поводу коробочек. Что вам сказать? Посмотрите, пожалуйста, если вы собираетесь делать заказы. Обязательно посмотрите эти видео. Сейчас я от него отдохну. Он мне немножко надоел. Я наносила его два или три раза в течение месяца. И теперь он у меня будет ждать весны. Ну и тот лак, который сейчас у меня тоже на ногтях, это такое вот покрытие от расслабления ломкости ногтей. Он дает такой приятный, очень розоватый оттенок. То есть вот тот, который в бутылечке, так и действительно он и выглядит на ногтях. Мне нравится, поэтому я дальше буду его использовать как средство такое защитное для ногтей каждый день. На косметичке января было два аромата, которые я с огромным удовольствием использовала. Даже делала вот такую вот отметочку на кошарель. И действительно я вижу для себя, что я сдвинулась в использовании этого аромата на какой-то буквально там 5 миллиметров. И это довольно много. Я каждый день использовала просто днем этот аромат. Он мне показался таким ненавязчивым. Но сейчас я опять немножко устала. Дело все в том, что раньше я очень-очень много приобретала кошарель. У меня было очень много ароматов. И некоторые я отдала уже дочке, кому-то что-то подарила. И промис даже я повторяла два раза. Поэтому немножко я устала от кошарель и отдохну от него. И пусть он от меня отдохнет. Аромат Алиен от Мюглер. Аромат он очень сильно отличается от всех остальных ароматов Мюглер. То есть вот Алиен есть несколько, вы знаете, версий. Более горькие, более сладкие. Вот этот средний. Я бы сказала, что здесь не превалируют белые цветы, как в стандартной звезде Алиен. Вот это обожаемый мной на вечер аромат. Я оставлю его сейчас на феврале. И попользуюсь им пока еще не ушли холода. Он такой согревающий, теплый, обволакивающий. Потрясающий аромат. Улучшающий настроение. И дающий такое, знаете, спокойствие. Корзиночка с косметикой опустела. Давайте соберем все на февраль. Итак, я оставляю Алиен как вечерний аромат. И сейчас у меня такой период, что мне хочется чего-то более такого теплого, сладкого. Но, в общем, зима, хочется тепла. Поэтому для дневного применения я буду использовать вот такой стендерс аромат. Он очень приятный. Blooming Meadow. Ну, такие вот цветы, травы и мед. Очень тонкий, кстати говоря, аромат. Я не ожидала от компании стендерс. Это прибалтийская компания, которая производит очень хорошего, кстати говоря, качества средства для ухода за телом. Я купила его летом и даже летом использовала. И он мне как-то не мешал вот такой сладостью. И потому что здесь есть еще и горькие травки. То есть здесь не только мед. Бурли в качестве основного топового покрытия для ногтей. Сейчас я хочу какие-то нейтральные ногти поносить какое-то время после яркого красного. Поэтому я выбираю два лака. Почему два? Примерно в одном оттенке. Ну, вот этот более такой рыженький, бежевый, натуральный, матовый. А это уже чуть-чуть имеющие такие вот блесточки. Pink Up. Потому что Dior очень долго сохнет. У меня лак. И я пыталась его разбавить. Но вот прям никак. Возможно, он как-то изменил свою консистенцию. Поэтому он очень долго сохнет. Не знаю. Если у меня не получится с ним как-то договориться, чтобы он украшал мои ногти, а не портил, то мне придется использовать уже другой, более, естественно, в 10 раз дешевле или даже в 20 от Pink Up. И он имеет очень приятный, как вы видите, такой уже более какао оттенок. Этот номер кофе с молоком 395 оттенок. А Pink Up в номере 05. Жидкую помаду от DIVAGE оставляем. И свой макияж хочу в феврале разбавить вот такими оттенками. Вот Dolce & Gabbana помад. Одна в номере 135, Petal. И в номере 230, Chic. Помады очень-очень кремовые. Я люблю Dolce & Gabbana. Однако им есть аналоги. Я снимала видео с аналогами. Поэтому, кому интересно, посмотрите, пожалуйста. Я подбирала очень похожие и по текстуре, и по нанесению, и по оттенку помады в более бюджетном сегменте. И 135, как вы видите, тоже такой очень приятный розово-бежевый оттенок на каждый день нюдовый петал. Подводка от L'Etoile зеленый карандаш от Essence в необычном бордовом цвете остаются со мной. В дополнение к ним, сейчас на февраль я возьму вот такую подводочку. Это Mega Line от Wet n Wild. Она мега черная. Здорово и долго держится. Она совершенно не размазывается. Wet n Wild – это бюджетная американская косметика. Очень хорошего, кстати говоря, качества. Пудру, корректирующую и матирующую от Elf, оставляю. Две туши Wet n Wild и от L'Etoile в зеленом оттенке. Также оставляю на февраль. Праймер для зоны под глазами от Elf оставляем. С удовольствием буду использовать румяна от Belle в феврале. Это Vivienne Sabo в номере 002. Посмотрите, какой у него, кстати говоря, чудесный оливковый оттенок. Я очень быстро им оформляю брови. Если нужно прорисовать какой-то волосок, прекрасно он рисует на коже. Знаете, в Vivienne Sabo мне нравятся вот именно карандашки для бровей. И вот этот номер 02 я советую именно тем, у кого русые волосы. Ну, либо кто любит вот такие вот прям натуральные-натуральные брови. Средство от Maybelline Brow Drown. Думаю, что у многих оно есть. Это Medium Brow. Немножко он рыжит в камере. Однако в обычной жизни не видно этой рыжины совершенно. Я делаю с ним видео. Почему-то он кажется очень рыжим. Хотя вот посмотрите сейчас. Видите, он вот как-то, ну, более-менее. Не знаю, может быть, после монтажа и после исправления какого-то корректировки цвета он уже будет другого оттенка. Но сейчас, мне кажется, он очень похожим вот на этот самый карандаш от Vivienne Sabo. У него довольно странная кисточка. Нужно, конечно, к ней приспособиться. И он у меня, как и тушь предыдущая, которую я только что рассказывала, вот эта вот зеленая, да, от L'Etoile, тоже собрался как-то засохнуть. Я тоже над ним немножко поколдовала. И вот, вуаля, он опять снова хорошо прокрашивает брови. Сильно он исправился, стал хорошо себя вести. Наверное, испугался, что я его выброшу. Так что, кому интересно, как я это делаю, пожалуйста, скажите мне. Я сделаю это в одном из своих видео. Покажу вам. Чего мне очень давно не хватало. И что я не взяла в свой проект использовать до конца 2018 года. Что закончилось у меня уже. И вот сейчас я хочу взять заново. Это вот такое вот натуральное масло. Какао. Какао-баттер стопроцентное. Обычно оно продается в очень неудобных банках. Приобрести вы его можете, в принципе, в такой баночке, как крем в обычной аптеке. Но вот это можно приобрести на сайте iHerb. Сильно посмотрите, оно вот в таком удобном стеке. Вы нажимаете с одной стороны, и он выдвигается. Вот так он выглядит, если его вытащить полностью. Смотрите, сколько здесь продукта. В спокойном состоянии, не расплавленное. Оно вот такое вот жесткое. Но при соприкосновении с кожей, с теплом человеческим, оно начинает плавиться. Очень здорово увлажняет даже кожу вокруг глаз в течение дня, если это требуется. И можно также нанести на губы, что я, в общем-то, и делаю, для чего я его и беру. Губы у меня довольно часто и сильно сохнуты перед нанесением макияжа. Особенно каких-то не очень таких помад увлажняющих. Я обязательно должна использовать вот такие средства. Вот в такой коробочке хранятся у меня тени отдельные, рефилы. Вот этот самый зеленый оттенок, который я вам только что показывала, я оставляю на февраль. И также хочу в пару к нему взять вот такой вот очень интересный оттенок. Это рефил от Essence. Он, видите, такого очень нейтрального цвета. На самом деле это пудра для губ, но никак я не могу ее для губ использовать. Она для меня слишком светлая. И работает она лучше, конечно, как тени. Посмотрите, какой она красивый, такой очень нейтральный оттенок дает. Я думаю, что для выделения, может быть, складочки века, возможно, как основной тон для нюдового макияжа, они очень хорошо подойдут, эти тени. Теперь момент X. Выголосовали за тени Dolce & Gabbana. Было три палетки. Фиолетовый, красный и оранжевый. Это ведущие цвета. Я оставлю вам ссылочку, потому что там я делала свой четырех палеток. Посмотрите, пожалуйста, мое видео. И победил номер, как вы видите, 145. Посмотрите, с каким отрывом. Здесь 42 голоса. В номере 146, 21 голос. И за номер 115 в оранжевом оценке проголосовал только три человека. И теперь, друзья, гвоздь программы. Тот самый номер, оттенок Dolce & Gabbana палеточки, который вы выбрали для меня. Это номер 145. То есть, большинство захотели видеть именно фиолетовый трендовый оттенок этого сезона. Хотя все три оттенка были в тренде 18-го года весны, по крайней мере. Но фиолетовый как-то больше вас заинтересовал. Меня, кстати говоря, тоже здесь очень красивые оттенки. Давайте сейчас я снова вам их покажу. Фиолетовый светло-лавандовый. Фиолетовый матовый. Лавандовый сатиновый. Матовый розоватый оттенок. И вот такой вот очень-очень красивый, тоже такой нейтральный, розово-бежевый какой-то очень красивый оттенок. Так, палетка в номере 145 от Dolce & Gabbana теперь будет принимать участие в моих макияжах в течение всего этого месяца февраля. Ну что же, это была вся моя косметичка на февраль. Другие средства, например, тональные средства, какие-то более нюдовые оттенки теней есть. В моем проекте использовать по максимуму до конца 2018 года Project Pen. Кому интересно, какие я буду средства еще использовать, я оставляю вам вот здесь ссылочку. А сейчас я буду прощаться с вами. Хочу еще раз поблагодарить за то, что вы выбрали для меня тени, были столь активны. И теперь ждите новых макияжей с трендовыми оттенками. Спасибо большое, что вы были со мной, друзья. Я желаю вам удачи и будьте благодарны за все, что имеете. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok